Ну а перед началом ролика хочу сказать огромное спасибо спонсорам этого канала Алексею Котову, Руслану Винчестеру, Ивану Некст64Рус, Микет777, Василий Дикий, ну и конечно же Вовка СПБ Все эти ребятушки подписали спонсорство второго и выше уровня Еще одна неделя позади на календаре 10 марта Это означает что у нас новости, недели, слух, интриги, показать все что скрыто и так далее Начнем мы как всегда по традиции с онлайна, на этой неделе он заметно хуже чем на прошлой Максимальный пик онлайна 21700 по стиму В общей сложности в районе 50000, что несоизмеримо мало по сравнению с GT Online Да и в принципе с RDR Online за текущие прошлые периоды Соответственно это наводит меня на тревожные мысли того, что у игроки прокачавшись просто покидают проект Что в принципе очень печально, но с другой стороны а что им делать Если они не пвп фанаты и не вступили в готику для того, чтобы грабить, насиловать и убивать, как говорится Делать им в игре остается ровным счетом ничего Поэтому если вас интересует хоть какая-то активность в игре, обязательно заходите к нам в дискорд Вчера вышло обновление версии 1.19 для RDR 2, PS4, Xbox One, PC и Stadia Общие изменения унесен ряд исправлений для устранения неполадки с бесконечными загрузками экрана Возникающие при выполнении определенных действий в Red Dead Online Например, при переключении игровых режимов или смене сессий На данный момент мы проверили и, к сожалению, эта ошибка не была полностью устранена Зависание происходит, если вы пытаетесь сменить сессию Все-таки надеемся, что, может быть, это исправят Но если есть какая-то информация по поводу PS4 и Xbox One, также просим вас написать в комментариях Внесен ряд исправлений для устранения неполадки, приводящей к мерцанию кнопок действия на экране Или некорректному появлению уведомления «Крипс собрал ваш лагерь» Чертов Крипс собрал, как всегда, ваш лагерь Здесь, собственно, ничего нового и вроде бы это исправили Исправлен ряд сетевых неполадок, что должно снизить шанс на сворачивание лагеря игрока при переходе между игровыми сессиями Такое тоже было замечено, однако вчера на стриме, как вы видели, лагерь у меня исчез Внесен ряд исправлений для устранения неполадок, из-за которых разбитые лагеря в Red Dead Online спаунились некорректно Когда игрок подъезжал к ним, ответки на радаре карт Здесь, кстати, тоже нифига не исправили, потому что Также вчера на стриме Devil Ghost прыгнул через телепорт на свой лагерь И оказался вообще не в своем лагере, а черт пойми где Исправлены неполадки с лошадными игроков и наездниками, которых выкидывало из игры, пока те находились в отряде С такой проблемой я вообще, в принципе, не сталкивался, если вы с этим сталкивались, ну здорово, не знаю, напишите, исправили это или нет Исправлена неполадка, из-за которой лошади игрока застревала и не могла двигаться, пока рядом находились другие игроки Такой момент был, и мы это исправляли путем перевызова лошади Ну, если это исправили... это было крайне редко, поэтому если это исправили, то это здорово Исправлены несколько неполадок, из-за которых некоторые визуальные атрибуты лошадей, например, уровень чистоты, отображался некорректно после переподключения к игровой сессии Ну и здесь, собственно, незаметное фоновое обновление в целом, но бесконечные загрузки значительно меньше стали, что, в принципе, очень-очень здорово Коротенькая информация, но, возможно, дающая хоть какую-то надежду на обновление, которое должно выйти этой весной Новый абонитский абонемент, насколько вам известно, сегодня закончился И сегодня пользователь под ником AnonymAnonym на сервере 4chan на форуме оставил сообщение о том, что 25 марта должен состояться анонс GTA 6 А также новое обновление, точнее трейлер-обзор нового обновления для Red Dead Online То есть и анонс, и обнова, и это все должно выйти 25 марта, где непонятно, как это Rockstar будет делать Но! Этот анонимный аноним в свое время предсказал точную дату выхода Red Dead Redemption 2 на ПК Он ссылается на источники свои, а именно персонажа, который озвучивает в GTA 6 некого бандита И этот актер не опроверг, но также и не подтвердил эти данные На сервере 4chan эту тему Mussolid и блогеры американские и зарубежные, соответственно, подхватили эту тему И, собственно, это пока что хоть какая-то ниточка Потому что 31 марта должны еще действовать бонусы текущего абонемента, который уже закончился И по моим личным прогнозам, судя по датам выхода всех обновлений, которые были в Red Dead Online, да и в принципе в GTA Online Мой прогноз таков, что крупная обнова с новой ролью непосредственно с недвижимостью Так как Rockstar дали интервью Polygon Выйдет в промежутке между 15 мая до 25 мая Это лично мое наблюдение Ну, будем ждать 25 марта, благо осталось 2 недели, где мы узнаем, правда это или нет И что там вообще в принципе с GTA 6 Ну, давайте теперь по текущему обновлению Все игроки, достигшие 60 уровня, получат бесплатный плотский револьвер Скидку 40% на собак, скидку 50% на стоило для лошадей 5 бесплатных партий Праги И в хижине самогонщика награды предоставляются в течение 48 часов с момента последнего входа в игру Скидка на боеприпасы, скоростные патроны, винтовка каркан, револьвер, экспресс патроны также и обычные патроны Что, соответственно, подтверждается сегодняшним обновлением Также, начиная с этой недели, идут бонусы до 6 апреля То есть это фактически на месяц Достигните 10 уровня и вы получите в подарок охотничий лук, а также скидку в 5 золотых слитков на лицензию охотника за головами Достигните 20 уровня и вы получите скидку 50% на дробовик по вашему выбору, а также скидку 50% на револьвер 30 уровень и вы получите в подарок мачете, а также скидку 50% на карабин на ваш выбор Достигните 40-го и вы получите 40% на стойло в конюшне, а также 40% на лошадь по вашему выбору 50 уровень и вы получите возможность 1 раз бесплатно изменить внешность персонажа Также скидку 50% на любое пальто до 15 уровня и скидку 40% на палатку для лагеря Достигните 16-го, 60-го уровня и тут я соответственно уже и сказал, что вы получите флотский пастолет, собачка и так далее Кроме того, сейчас также действует скидка, напомню вам, на 40% на патроны Поэтому если вы PvP активный человек, обязательно вступайте в дискорд, погнали грабить, насиловать и убивать К тому же сейчас действуют патроны со скидкой бонуса для подписчиков Twitch Prime Как обычно сумка коллекционера, то тот же самый медный дисциплинатор для самогонного предприятия И прибавка к опыту самогонщика, соответствующая 5 уровням Бонусы для подписчиков PS Plus, 3 карты способностей на выбор в подарок Интересный факт, в Red Dead Online нет механики, позволяющей проводить дуэли В сюжетной кампании Артуру Моргану не единожды приходится участвовать в дуэлях с различными оппонентами Почему подобная механика не подекочевала в мультифлеер, для меня лично загадка Так или иначе, игроки не стали ждать Rockstar Games и начали устраивать дуэли в Red Dead Online самостоятельно Кстати, мы это также делали и есть куча видео, когда мы проводим дуэли С недели назад пользователь под ником CrimsonCards поделился на Red Dead видеозаписью таких дуэлей На этой видеозаписи присутствуют секунданты, все происходит друг напротив друга На самом деле, неинтересный этот момент, потому что можно заранее прицелиться в голову и просто стрелять Мы же немного улучшили вид дуэли, и мы просто отходим друг от друга спиной, чтобы невозможно было прицелиться Мы идем, идем, и когда идет взрыв, точнее, звук выстрела секунданта, разворачиваемся и палим В принципе, более-менее адекватно получается Хотелось бы показать вам один момент с озвучкой, который будет на этой неделе от Готика Элка Смотрим и наслаждаемся Хочу вступить в Готику Все хотят А я больше всех Пустите к Сократу У него там важный подписчик Он говорил, что любит всех подписчиков одинаково Да, но подписчиков с донатом он любит больше Если хочешь куда-то вступить, вступай к команду в Краткат Да ни за что! Очко есть? Полная версия озвучки будет доступна на этой неделе в пятницу Ждем и будем наслаждаться вместе с вами Ну, а на этом у нас все С вами была Готика С вами был тот самый Сократ И, в принципе, все мы подбирали вам новости И будем подбирать для вас дальше Модный приговор в это воскресенье Стрим по турниру в эту субботу До новых встреч во вторник на новостях недели Пока!